всем привет рад приветствовать вас на канале пар и это видео посвящено интересному подвиду золотых рыб которых называют жемчужными свое название получила из-за необычной шаровидной формы тела при этом парные плавники достаточно маленькие что придает еще большее сходство шариком жемчугом эта форма выведена в китае максимальный размер тела относительно небольшой около 10 сантиметров однако даже такой размер предполагать достаточно большой аквариум для достойного содержания как уже говорили в других видео примерные подсчеты литража для золотых рыбок один сантиметр тела вместе с хвостом умножаем на 2 то есть на каждые 10 сантиметров 20 литров воды минимум идеальная температура воды 18 23 градуса при этом паж должен быть от 5 до 8 обязательно установите мощный фильтр от 100 литров лучшим вариантом будет внешний фильтр не забывайте про аэрацию и подмена воды минимум раз в две недели в идеале конечно раз в неделю как и другие золотые рыбки жемчуг любит рыть грунт подымая взвеси лучшим грунтом будет мелкий грунт или крупный песок если вы хотите украсить аквариум растениями стоит 10 раз подумать но если все же сильно хочется выбирать растения жесткими листьями и мощной корневой системой кстати уже жемчужных золотых рыбков встречаются три основных окраса желтый красный золотой и белые цвета бывают как однотонные так и смешанные цвета помните о том что до здоровая рыбка при правильном уходе может прожить примерно 15 лет и более что касается совместимости старайтесь меньше экспериментировать хорошо уживаются с многими в юнообразными самами и другими золотыми рыбками кометами риукины и телескопы бабочки и так далее относительно совместными с мирными крупными рыбками а вот с мелкой рыбкой например данью реррио или неонами уживаются очень и очень плохо едят их а Также стоит избегать хищных и чрезмерно активных рыб. В кормлении всеядны, особенно взрослые особи. Аппетит у этих рыб достаточно большой, однако при каждом кормлении помните о том, что они склонны к перееданию. В основной рацион включают живую и растительную пищу. Золотая рыбка нуждается в небольшом количестве протеина и в большом количестве углеводов. Соответственно промышленные корма всеми известных производителей делают корма свои с этим учетом. Максимально балансируются и обратите внимание на надпись Color. Корма с этой надписью усиливает окрас, особенно красный, желтый и оранжевый цвета. Неплохо поедают живые и замороженные корма. Иногда могут поесть растительную пищу, а вот в возрасте от 2 лет жемчужные золотые рыбки уже становятся половозрелыми, их можно пробовать разводить. Обычно для этого используют двух самцов и одну самку, но до этого будущих производители содержат отдельно друг от друга до месяца и обильно кормят, после чего саживают в нерестовике. В нерестовике должна быть температура на 5 градусов больше, чем в основном аквариуме. При этом поднимать температуру следует постепенно. Самцы гоняют самку по всему аквариуму и бояться этого не стоит, так и должно быть. Во время таких гонок самка мечет до 10 тысяч икринок, они рассеянно падают по всему дну аквариума, после этого производители отсаживают. В качестве профилактики можно немного добавить метиленовый синий, в дальнейшем уход за мальками жемчужных золотых рыб ничем не отличается от вскармливания других видов мальков. На этом видео подошло к концу, всего вам доброго и до новых встреч, до свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Подпишитесь на наш канал. Подпишитесь на наш канал. Подпишитесь на наш канал. Подпишитесь на наш канал.